Сегодня в работу заехал 200-ка, 2011 год, юбилейка, точно такой же кузов, как у меня. Ставим маленький алюминиевый бак на 68 литров с сохранением запаски. Этот бак встает под запаску снизу и сверху будет кронштейн, соответственно, и будет крепиться запаска, и его не будет видно. Плюс сразу реализуем автоматическую перекачку в основной бак по принципу, как это сделано у меня через топливозаборник от рестайлингового крузака. Сейчас тоже бак снимем, поменяем топливозаборник и все соберем на место. Бак, видите, очень тоненький, легкий, килограмм, наверное. Ну вот одной рукой поднимаю, килограмм, наверное, 12, не больше, может, 13. Мы можем взвесить. Вот, я сейчас взвесить. Да, мы прям взвесить его можем и сказать, сколько он весит. О, супер, давай. Сейчас я притащу. Сейчас мы взвесим его. Даже интересно стало. 13 килограмм. Давай еще раз, ну-ка, давай, напряги. Битсух, да? 12300. Он то туда, то сюда оказывается. Страшным звуком. Заказали новый топливозаборник. Уже по три выхода, под один выход как раз будет из дополнительного бака. Закачивать сюда топливо. Здесь стоит отдельно вот в этом месте инжекторный насос. Его мы оставляем. Все остается там. Там внизу стоят также сеточки. Сейчас на это дело... Единственное, да, надо будет переставить поплывок. Потому что там поплывок в родном баке немножко отличается. Вот в остальном все нормально. Здесь у нас пять фишечек. Топливозаборничек все собрали. Установили новый поплывок. Подключили. Сейчас устанавливаем бак. Потихоньку собираем всю конструкцию. Устанавливаем бак непосредственно. Устанавливаем бак. Сдвоенную горловину тоже установили. Закрывается штатной крышкой. Здесь у нас две трубы. Одна идет в основной бак. Вторая дополнительный. Друзья, приветствую. Произошло небольшое важное для меня событие. К нему вы меня подталкивали достаточно давно. И буквально на Медне мы с моим партнером, товарищем, Серегой, мы открыли совместный автосервис. Называется он Simon Motors. Находимся мы в Москве, юго-запад, район Воскресенска. Будем заниматься внедорожной подготовкой. Подготовкой автомобилей для путешествий, для экспедиций, для северных маршрутов, для северных регионов. Поэтому, если у вас есть внедорожник, если вы планируете его подготовку, если вам нужен какой-то ремонт этого внедорожника, то приглашаю в гости к нам в автосервис Simon Motors. Приезжайте, мы сделаем все в лучшем виде. Вы знаете, какой у меня огромный опыт тюнинга, доработок и путешествий. Поэтому ваш тюнинг, который мы сделаем, будет максимально эффективным и правильным. Все, бак установлен с сохранением запаски. Немножко опустилась вся конструкция вниз на 2 см, но запаска будет здесь стоять. Все нормально. Автоматическая перекачка в основной бак. Дополнительный фильтр поставили. Сдвоенная горловина. Все как положено. Все работает. Все сделали. Land Cruiser 200. Маленький бак, объемом 68 литров установлен. В качестве эксперимента купили новую горловину от Сотки, от комплектации с двойными баками. Сейчас попробуем ее внедрить сюда. Потому что вот эта горловина, которую делает Максим, производитель, она не очень понравилась. Мне она немножко неудобная. Есть тут конструктивные недоработки. Поэтому просто отдельно купили по каталогу. Каталожный номер. Вот такой вот затертый, к сожалению. Но ее тоже нужно будет сейчас немножко подрезать и, как говорится, доработать крепление. В общем, путем некоторых усилий и применения болгарки. Сотчная горловина укорочена практически в ноль. Остались здесь две вот этих небольших трубочки. И просто удлинили резиновые шланги. То есть точно так же воздух на место встает. Единственный как бы минус, то что диаметр вот этой трубки, он чуть меньше, чем диаметр трубки, которая идет на дополнительном баке. Поэтому шланг переходной, да, вот в этом месте чуть-чуть больше. Поставили два хмута. То есть, а здесь нет, здесь подобрали шланг прямо к диаметру. Так, горловина от сотки, она немножко сюда не подходит. Точнее, она меньше диаметром, чем штатная. То есть, даже сюда, если поставить, здесь должно быть пластиковое кольцо уплотнительное. Его на самой горловине нету. От родной горловины попробовать надо поставить, просто сейчас нет его под рукой. Но в целом вот она как бы встает, крышка закручивается. Ну, как бы рабочая схема.